всем бодрого дня меня зовут елена и вы на моем канале о вязании сегодня немножечко поговорю о готовых работках покажу некоторые из них покажу свой один пас процессик небольшой и поделюсь с вами как я вязала вот такие елочки я украшала такими елочками новогодние носочки сейчас покажу как они выглядели эти носочки такие носочки связала в подарок на новый год с аппликациями в виде вот таких елочек эти елочки вяжутся очень легко и быстро вот если взять пряжу потолще крючок потолще то она будет большего размера если еще ярусов прибавить и тоже будет большего размера если вам нужно поменьше то нужно взять соответственно все меньше и пряжа и крючок вот она может выполнять совершенно разные функции вот от какой-то поделки игрушки новогодние до аппликации в общем все что угодно все что вы придумаете дальше я рассказываю видео как ее вязать показываю кому-то интересно если можете посмотреть вот к новому году можно еще много-много таких елочек навязать очень легко и быстро вяжется также еще я связала в подарок шапочку голубую на моем канале есть видео урок по этой шапочки кому интересно ссылочку оставлю в описании можете посмотреть тоже очень легко и просто вяжется тоже кому-то в подарок можно связать еще я связала в пару к этой шапочке снут но я его даже не фотографировала он такой обыкновенный самый снут таким же узором как и шапка в общем никакой художественной особой ценности он не представляет фото шапочки также можно посмотреть в принципе там видео очень хорошо видно эту шапочку и фото тоже есть моей группе в контакте вот сейчас я участвую в совместном проекте тани косовая зимняя сказка и вот эти носочки эта шапочка были связаны в рамках этого проекта плюс еще у меня связался вот такой свитер новогодний как я его назвала в подарок моему сыну маленькому на новый год свитерок вот с такой симпатичной собачкой символ этого года желтая собачка да все знаете уже наверное если кто не знает я вот говорю вот такая вот аппликация эти собачки свитер связан просто регланом сверху крючком обычными столбиками с накидом из такой пряжи из которой вот основное полотно связано у меня был связан свитер старшему сыну то называется пряжа витас они в общем пряжи на самом деле очень плохая нужно было добить упаковку два с половиной моточка у меня от оставалось и вот как раз у меня вышел такой маленький детский свитерок в общем то они не сильно довольны я конечно этим свитерком там у меня небольшой косячок есть при вывязывании рекламных линий воротник широковат получился за счет этого и длинноватый проймы ну как бы ничего это ничего страшного ребенку понравилось мы носим иногда конечно бывают и косяки вот ну в этом я думаю ничего страшного нет не ошибается тот кто ничего не делает как бы критиковать конечно можно я тоже могу критиковать но я этого никогда не люблю делать потому что уже опять же повторюсь что не ошибается тот кто ничего не делает свитер этот активно у нас носится ребенку понравилось все очень удобно одевается за счет того что воротник получился широкий очень легко дети это очень хорошо как бы пить жевает когда все легко такой шнурок стягивается и все нормально в общем сидит все хорошо фото на модели нет и не будет потому что я не хочу тут показывать такие фотографии это очень личные фотографии вот покажу только как выглядит свитерок вот если хотите в общем то я могу снять видео по вязанию вот этой вот собачки аппликации потому что тоже можно использовать ее разных хипостасях можно тоже также виде аппликации на какую-то детскую вещь можно на варежки такие маленькие собачки связать из какие-то тонкой пряжи тонкой тонким крючком также точно можно сделать в виде новогодней игрушки если ее как-то накрахмалить при помощи например клея pva и или просто крахмалом можно например сделать это такие собачки как подставки под горячие если от глазки не делать пластмассовые а например их вышить или связать черненькие круглик кругляшки то это будет подставка под горячие если это будет более большого размера на на в общем тоже можно много чего придумать фантазии у всех людей разная вот ну в общем мне нравится ребенку нравится больше ничего и не надо пряжу я этот вид тусани меня даже есть видео где-то на канале я тоже ссылочку на это видео оставлю а там ругаю эту пряжу очень могут как-то мы тут носим уже наверно дня три этот свитерок и в общем то ничего и кстати самое интересное что днем даже не холодно я думала что холодновато будет но вот она видимо греет толстый такой полухлопок достаточно такой плотный свитер получился но вот крючке как-то пока еще ничего в спицах конечно сразу он не это пряжа мне не понравилось крючке вроде ничего и вот может быть за счет того что еще у меня обвязка вот этой хлопковой хлопковой травкой от контекста сделано она за счет этого еще какой-то вид имеет внизу неплохой и горловинку тоже обвязывала травкой хлопковой в общем вот такой свитерок связался кому-то если хочется такую же собачку связать или подобную то пишите комментарии я постараюсь сделать видео еще тоже она свяжется очень быстро очень легко тоже очень много еще можно успеть связать таких собачек вот кому-то может быть пригодится но сейчас вот у меня в работе еще один детский свитерок я его начала буквально вчера это у меня будет реглан сверху спицами вот такого ядовито-малинового цвета кстати камера почему-то передает свет очень очень такой какой-то ультрамариновый аж оттенок он имеет на самом деле свитер ой цвет не такой яркий этот пряжа детский каприз две ниточки я вижу кто не знает 50 процентов мериносовая шерсть 50 процентов фибра в 50 граммах 225 метров называется цвет малиновый мусс читаю номер цвета 84 кому-то может это интересно очень такой яркий вот прям на камере вообще совершенно не такой он на камере почему-то прям аж больно смотреть на такой ультрамарин ну вот моя племянница такие цвета как раз уважает мне почему-то захотелось купить много много пряжи последний раз увидела в интернете детский каприз наличие у нас городе девочка продает вот и у нее был такой такой красивый изумрудный и бледно-бледно такой сиреневый такой красивый-красивый к сожалению те цвета я не могу показать убрала в шкаф не достал вот этот у меня под рукой вот этого у меня целая упаковка от тех по 6 моточков вот и сестра мне говорит ты покупаешь покупаешь пряжу ничего не вяжешь ну вот я и решила связать как раз из этой пряжи так прям захотелось из этого яркого чего-то прям повязать вчера села и начала вот к сожалению у меня нет таких спиц которыми знаете шапочки вязать и пришлось начинать вот этот вот воротник вот на трех на четырех вот этих чулочных спицах моих любимых которые мне сделал папа из велосипедных спиц очень люблю эти спицы очень удобно мне ими вязать всегда вот и начала вот именно этими сейчас буду переходить на спицы ади которые мне подарили в совместные с вами которые я даже как сказать спонсор выбрала мою работу и подарила мне эти спицы там есть тоже видео у меня про посылочку кому интересно можно посмотреть если там подробно рассказываю буду переходить на ади спицы два с половиной сейчас и думаю что да на этой недельке мне нужно этот свитерок закончить потому что я тоже его хочу в этих в этом совместном проекте представить уже как готовая работа проект продлится до 30 декабря и нужно закончить вот ну вот люблю я пряжу детский каприз мне очень приятно из нее вязать получаю эстетическое удовольствие от него много конечно его ругают слышала много нелестных отзывов но вот я про эту пряжу ничего плохого не могу сказать я с ней работала очень много и мне очень интересно всегда что получается из нее вот кстати не сказала что вот эту елочку и носки вот эти вот с аппликациями я вязала вот из такой пряжи и шапочку ту голубую это китайский акрил называется мираж стопроцентный акрил соблазнилась тем что расцветки просто чумачечие вот такой горчичный свет свет я когда его увидела сразу решила что куплю мне нравится знаете вот я прям удивилась что этот акрил вообще не скрипит чего я его и купила что ничего привлекло что я таким акрилом никогда не работала я взяла сначала в магазине пощупала вообще не скрипит думаю надо же как так может быть думаю надо взять посмотреть как он в работе и в работе знаете ли приятный такой на ощупь вот но метраж вот не подписан на матках но примерный метраж где-то 100 граммах 200 220 метров приятная такая ниточка и похоже на пехорку народную очень вот видео про шапочку я говорю что полное ощущение что вяжешь из пехорки народной но это стопроцентный акрил и производства китай написано я взяла вот такие горчичные и голубые от голубых у меня уже ничего не осталось а горчичные вот такой еще небольшой моток вот такие у меня вязальные мои дела сейчас обстоят так мало готовых работ тут сейчас поняла что как то я вообще ленюсь практически ничего нет ну вот как то так надеюсь было мое видео интересным полезным дальше пойдет видео урок как я взяла елочку всем кому интересно оставайтесь подписывайтесь на мой канал давайте общаться комментирую жду ваших комментариев вот всех с наступающим новым годом желаю чтобы 2018 был гораздо лучше чем 2017 чтобы 2018 году у нас было хорошее теплое лето чтобы у всех было все хорошо всем главное желаю здоровья вот если человек здоров то он всегда ощущает себя счастливым всем большое спасибо за внимание еще раз всех с новым годом всем отлично погулять всем пока пока вязание елочки начинаем цепочки из 3 воздушных петель делаем начальную петельку привязываем 3 воздушные петли первым затягиваем вторую 1 2 3 делаем накид на крючок и возвращаемся в первую петлю петлю цепочки делаем столбик с одним накидом далее делаем еще столбик с одним накидом и еще столбик с одним накидом мы связали верхушку елочки так теперь поднимаемся снова на 3 воздушные петли 1 2 3 поворачиваем вязание делаем накид на крючок и вот в эту первую петельку снова делаем 4 столбика с одним накидом 1 вернее еще три делаем 1 у нас будет из воздушных петелек 2 3 то есть получилось первые петли 4 столбика далее 2 вот и две вот эти петельки 1 2 мы в них вяжем в каждой по порядку по одному столбику с одним накидом 1 и 2 так вот в эту последнюю петельку вяжем 4 столбика с одним накидом 1 2 3 и 4 вот мы связали первый ярус нашей елочки теперь делаем воздушную петельку поворачиваемся вот эту петельку мы первым же пропускаем вернее не пропускаем нижнюю калом ся коричку вытягиваем петельку и выполняем соединительную петлю соединительную петлю дальше снова следующую петельку вкалываемся делаем снова соединительную петлю и вкалываемся и делаем еще одну соединительную петлю осталось у нас вот мы эти прошли три столбика которые в первые у нас провязаны и в 4 тоже делаем соединительную петлю и сразу же поднимаемся на три воздушные петли 3 и в эту же петельку мы будем вязать еще три столбика с одним накидом 1 2 3 так дальше проходим столбиками с одним накидом 1 2 3 в 3 мы уже будем вязать и 4 столбика с одним накидом 1 2 делаем просто столбики с накидом по порядку а в 3 будем вязать 4 столбика с одним накидом 1 2 3 4 эти вот три петельки вот эти три столбика у нас остаются как и на этой стороне свободные вот теперь поднимаемся снова на 3 воздушные петли в первый также столбик в этот же вяжем еще три столбика с одним накидом 1 2 3 теперь нам нужно провязать вот эти все столбики по порядку каждый и в последней связать 4 столбика а все остальные вот эти вот вяжем просто по порядку в каждой по столбику с одним накидом 1 2 3 4 4 5 6 7 8 и последний раз последний столбик остался мы в него вяжем 4 столбика 1 2 2 и 4 2 ряд рад ярус нашей елочки готов вот она уже вырисовывается и очертания снова делаем воздушную петлю в эту же петлю вкалываемся делаем соединительную петлю 1 1 2 1 следующий столбик соединительный 3 соединительный столбик и 4 тоже соединительный столбик но из этого же столбика у нас сразу же выходят 3 воздушные петельки и плюс еще в эту же петельку делаем еще три столбика с одним накидом 1 2 и 3 все третий ярус елочки пошел теперь довязываем мы столбиками с одним накидом снова вот до вот этого места то есть у нас снова в четвертый столбик вот если считать от этого края да вот все вот эти вот столбикой которые мы прибавляли вот 1 2 3 4 мы вот с этого края мы будем снова вязать 4 столбика с одним накидом а здесь просто по порядку вяжем снова просто столбики с одним накидом 1 2 3 4 5 6 7 8 и просто провязываем а в девятый получается по счету мы вяжем 4 столбика 1 2 3 4 так перешли на третий ярус сейчас еще раз мы делаем 3 воздушные петли повернем вязание накид и в эту же петельку снова мы сделаем еще три столбика с одним накидом 1 2 3 теперь про вяжем до все вот эти столбики по порядку вот в этот последний снова сделаем 4 столбика с одним накидом так один два три четыре пять шесть семь восемь восемь девять десять одиннадцать двенадцать двенадцать тринадцать и четырнадцать и четырнадцать а в 15 мы будем вязать 4 столбика с одним накидом 1 2 3 четыре то есть последний все вот у нас получилось вот такая елочка она уже вот хорошо видно можно так повторить еще несколько раз такие ярусы если нужна елочка более длинная но мне такая длинная не нужно я закончу третьим ярусом в общем надеюсь принцип здесь понятен все то же самое прибавляем с краев переходим соединительными петельками и снова прибавляем вот я сейчас перейду соединительными петельками в серединку рядом если вижу пенек для елочки так серединка наверное будет где-то примерно не посчитала даже сколько петелек один два три четыре пять шесть семь восемь девять один два три четыре пять шесть семь восемь девять но еще можно одну петельку шагнуть так отсюда же сразу же три воздушные и по порядку в каждый столбик один два три так один два три четыре пять шесть семь восемь девять но еще вот четвертый можно связать все вот на завершили мы пенек получили пенечек и елочку вот такая вот елочка получается нитья наверное не оборвать ладно не буду обрывать так в принципе скажу в общем эта елочка может быть как аппликации может быть накрахмалена и приделать сюда дождик или какую-то красивую ниточку например люрекс прошить бусинками после накрахмаливания и будет елочная игрушка красивая можно сделать много таких елочек и например отсюда и отсюда соединять их в одну большую гирлянду также после накрахмаливания в общем кто уже как придумает можно сделать такую быструю поделку в детский сад очень часто просят воспитатели сделать какие-то елочные игрушки к новому году я думаю что это очень быстро легко и доступно и сразу же накрахмалить положить сушиться утром уже готовая игрушка например если сразу вязать с люрексом то она будет вся блестящая или взять какие-то блестящие ниточки например есть пряжа крисмас по моему называется я от ярнар по моему не знаю врать не буду вот такие типа пушистики с люрексом такие елочки вообще будут мне кажется очень красиво смотреться в общем все что угодно можно придумать расшить бусинками можно связать из джута такие большие елочки это будут тоже их расшить каким-то деревянными бусинами и использовать в качестве поставок для горячего как бы в подарок или может быть просто так украсить стол или украсить свою кухню в общем все что угодно можно придумать я показала только принцип как вяжется такая елочка надеюсь что вам все было понятно если вам было полезно это видео то ставьте пальчики вверх подписывайтесь на мой канал будет еще много новых интересных видео до новых встреч пока пока пока